Девушки отдыхают 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 Вы готовы? Итак, мы начинаем. В ринге все решения принимаю я. Кому выступать первым? Итак, сегодня первым будет выступать команда ученых. У каждого из вас есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос. Зачем государству содержать армию ученых, финансировать синхрофазотроны, если простой народ даже не знает, для чего нужен Большой Адронный Коллайдер? Пожалуйста. Вы знаете, народ может действительно не знать, что такое Большой Адронный Коллайдер. И команда ученых, которая есть, это не просто армия. Это инвестиции в будущее. А инвестиции, которые вкладываются в будущее, всегда рано или поздно купятся. Может быть не сейчас, но через 10 лет мы это почувствуем. Как говорил Фарадей, через 100 лет. Что думаете вы? Я считаю, что вообще нормальная жизнь на нашей земле и в нашем государстве будет невозможна, если не будет финансироваться фундаментальная наука. И производство, и промышленность, и все отрасли, техники, и народного хозяйства не смогут развиваться. Понимаете? Фундаментальная наука это основа. Нас и так разрушили после развала Советского Союза. Колоссальные потери финансово-экономические, экономические и так далее. И сейчас вообще ставить так вопрос, ну граждане, так нельзя. Потому что нужно восстанавливать. Посмотрите, что происходит. Что скажете вы? А вы не задумывались о том, что проблема, что народ не знает, что такое андронный коллайдер, проблема... Адронный. Андронный, как думаете вы? Он адронный, да. Это проблема народа. То есть есть такая фраза, для того, чтобы удивляться, нужно много знать. Если никто не интересуется, не знает и не пытается даже понять, куда движется наше общество, почему это проблема ученых? Они занимаются своим делом, двигают нас вперед. Как человечество. Спасибо. Теперь вопрос вашей команде. Не волнуйтесь. У вас есть 30 секунд у каждого из вас, чтобы на него ответить. Мы живем в мире исключительно зависимом от науки и инноваций, и технологий. А вы хотите лишить нас полетов на другие планеты? Ради чего? Бургеров, айфонов и средств от целлюлита? Я стартую. Поехали. Поехали. Я совершенно с вами не согласен. Мы хотим замедлить это действие и перенаправить на проблемы, которые нуждаются в сиюминутном решении. Никто не говорит про бургеры или фастфуд, например. Технологии, да, нужны, но нужно обратить внимание... Можно смартфон, можно айфон, как вам удобнее. Нужно обратить внимание на проблемы, которые стоят ежесекундно вокруг. Оглянитесь, где вы живете. Все поймете. Татьяна. Я считаю, что всему свое время. И сначала нужно навести порядок в доме, а потом уже заниматься таким... Это долгосрочные проекты, и это нужно очень долго ждать. А пока у нас молодежь уезжает из страны, и нужно обратить на это внимание и сделать все так, чтобы молодежь оставалась в стране. Эти ученые остались. Что скажете вы? Я скажу, что надо жить в точке здесь и сейчас. И лучше вопросы решать сейчас, которые есть. Безусловно, надо финансировать и космос. Но мне кажется, большую часть надо сначала начать с того, где мы сейчас находимся, а потом уже все остальное. Все. Спасибо. Итак, время истекло. Первый раунд завершен. Теперь слово судим. Итак, Филипп, скажите, чьи позиции, по вашему мнению, стартовые лучше? Кто увереннее выглядит сегодня? Честно говоря, пока обе команды выглядят для меня одинаково. То есть я считаю, что пока идут ровно. Спасибо. Как вы считаете, есть ли сегодня шансы у стороны науки победить, либо наоборот? Со стороны науки очень аргументированно они отвечают, поэтому мне кажется, что у них больше шансов победить. Спасибо. Алексей, вы входите в список самых завидных женихов Крыма, но туда вы попали явно не за умственные способности. Хорошо сказано, да, за свое обаяние, думаю, я попал, и харизму. Но что касается интеллектуальных способностей, тут можно поспорить, пообщаться, если хотите, после вашей программы. Сегодня посмотрим. А вот что вы скажете, как вы будете сегодня завоевывать внимание жюри, если не умственными способностями? Если что? Если не умом и не умственными способностями. Я прабабушка уже, у меня опыт. Так и чем вы будете завоевывать внимание? Своими знаниями, жизненными. Все-таки знаниями. Хорошо, а вот вы, наверное, как блондинка, не нуждаетесь ни в знаниях, и ум тоже не нужен. Нет, конечно, нужен. Конечно, блондинке нужны знания, просто есть жизненные, насущные вопросы. Вот и все, я также мама, так что у меня есть опыт и есть, что сказать, есть с чем пользоваться. Поделиться. Космос — это прекрасно. Гаджеты тоже хорошо. Если оппоненты говорят, что это ваши проблемы, надо изучить, я обязательно зайду в гаджет и посмотрю, что это такое. Спасибо, мы поняли ваше мнение. Алексей, скажите, вы вот высказали, что народ сам виноват в том, что не понимает. Разве не нужно просвещать его для этого? В этом и есть функция науки в том числе. Получается, наука не справляется? Сложный вопрос. За две секунды не ответишь. Но в этом направлении нужно работать, однозначно. Хорошо, дальше проясним ситуацию. Антон, скажите, вот ваша позиция о том, что нужно все бросить на науку, а как же дороги? Все развалится моментально. Я говорил, что надо все бросить. Как раз дороги-то будут разваливаться, если не будет науки нормальной. А если деньги туда? Если деньги все уйдут на науку? А все не надо тратить. И так хроническое недофинансирование у нас. У нас кризис в науке, понимаете, фундаментально. У нас один лауреат Нобелевской премии был, Жорез Алферов жил. И тут недавно умер, понимаете? Все остальные уехали из России. Хорошо, разберемся. Разберемся в ситуации. Алексей, вы сказали, что остается немножко подождать. А примерно, когда мы вот увидим какие-нибудь плоды из сегодняшних изобретений? Простите, если бы мы сейчас не видели плоды исследований, которые появились еще 5-10 лет назад, мы перед вами сейчас бы не пользовались нашими цветными дисплеями, не пользовались бы телефонами, не пользовались бы, ну и по сути, многие элементы нашей одежды просто не существовали бы. Поэтому, на самом деле, внедрение реальных результатов фундаментальной луки продолжается и сейчас. Просто это происходит, на самом деле, постепенно. И для нас через 5-7 лет это становится обыденным. Вспомните мобильный телефон. 10 лет назад это была еще новинка. Сейчас он есть у каждой, и каждый им пользуется. Спасибо. Надеюсь, узнаем что-нибудь новенькое сегодня. Итак, по итогам первого раунда. Раздельным решением судей. Победа отдается команде в красном углу. Ученым. Счет 1-0. Второй раунд. Глухая защита. Правила второго раунда. Я задаю вопросы каждому из вас по очереди. Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным. Итак, поехали. Алексей, а зачем государство тратит деньги на ваши исследования? Даже если вы изобретете что-то полезное, наша промышленность не сможет воплотить идею в жизнь, так и будем вечно гнать за рубеж сырую нефть и газ. Зачем делать то, что за нас так или иначе сделают китайцы? Ну, вы знаете, есть вопросы стратегические. Если государство хочет быть государством, оно должно переходить на полный цикл производства, приучить на своей территории. Ведь вы говорите, да, мы все отдадим сейчас китайцам. Нель закончится, а дальше что мы будем? Кушать. А дальше китайцы собираются на Луну, колонизировать дальше. Ну, слава богу, китайцы плоско летят. То есть мы поддерживаем фундаментальную науку в Китае, говорим, что это хорошо, при этом давайте не будем развивать у нас в стране это. Эти вещи, понимаете, они взаимосвязаны. И государство, да, должно строить дороги, да, должно быт людей налаживать. Но, извините, наука, это та методология, которая позволит это все реализовать. Вот. И наши проблемы, о которых мы сейчас все... А в чем сверхзадача вообще? А при чем здесь сверхзадача? Вы хотите увидеть результат, пощупать, что вы сделали? Или вы хотите большую часть своей активной жизни, больше 30 лет? Сколько вы занимаетесь наукой? Ну, не так долго, как вы говорите. Ну, сколько? Активно, но если бы, наверное, 15 лет. То есть изобретать какую-то штуковину, которая или взлетит, или не взлетит, большую часть своей активной жизни. Ну, 15 лет. Над чем вы работаете? Ну, у нас комплекс интересов. Мы работаем на получение новых материалов, в том числе вот для нашей студии, в том числе вот этих дисплеев, которые нас окружают. Да. А где новые Королевы? Почему их нет? Ну, вы говорите за другую отрасль науки, я говорю исключительно по... чем я занимаюсь. Условные, я говорю в целом как собирательный образ. Если говорить, где новые, понимаете, мы как раз являемся заложниками той ситуации, которую действительно вот наш коллега поставил... Денег мало. Дело не в деньгах. Понимаете, есть совокупность причин. Резкое падение уровня образования, развитие... Дебилизация. Нет, ну, я не стал бы говорить так громко, но, понимаете, доступность информации, которую сейчас мы имеем в интернете, она привела к тому, что, казалось бы, в логое намерение дать всем доступ к информации приводит к тому, что эта информация неправильно сертифицирует. Интернет, это же тоже изобретение европейских физиков, поэтому как его? Отключить или что? Они решили вдруг... Нет, во-первых... Вы отключить хотите интернет, отказаться от смартфона? Ну, вот не надо передергивать, я говорю, как оно есть, потому что, на самом деле, во-первых, изобретение интернета и наши исследователи отечественные участвовали в 60-70-е годы. А сколько нобелевских лауреатов в одном смартфоне? Ну, сложно сказать, понимаете? Ну, семь, не меньше? Я не знаю, как здесь посчитать, вопрос же не в цифре. И вопрос не в нобелевских лауреатах. Наши же тоже участвовали, тоже аферов. Тоже, да, к сожалению, ныне ушедший от нас Желез Иванович Алферов. Действительно, большое значение его исследования привели, в том числе, к созданию наших смартфонов. Отдача будет. И не надо думать только о том, что вот нам здесь и сейчас хорошо. Нам должно быть хорошо и нашим внукам, и нашим детям, и дальнейшим потомкам. И все, что мы для них оставим, то, чем мы сегодня пользуемся, на самом деле, отечественная советская наука, это мы продолжаем использовать еще тот багаж. И если мы, не дай бог, еще поколение потеряем ученых в нашей стране, вот тогда, поверьте, и дороги, какие у нас сейчас, покажутся нам райскими. Послушайте, но в четверти российских школ нет обыкновенных теплых туалетов. А вы говорите про космос. Дети ходят на улицу. Я не говорю о космосе. Вы опять неправильно меня понимаете. Фундаментальная наука – это понятие очень широкое. Вас не учили обобщать? Нет. Нас учили обобщать. А, к сожалению, в школах обобщать, к сожалению, стали хуже. И в итоге детям интереснее вот эти проблемы, которые видите, теплые туалеты, да. Конечно, теплые туалеты важнее, чем сколько сегодня планет солнечной системе. Но не хлебом же единым жив человек, согласитесь. И когда мы покушаем, но все-таки человек, он только тогда становится человеком, когда у него есть какие-то высокие цели и задачи. Не хлебом единым. Ваша диссертация посвящена слабым обменным взаимодействиям в биядерных комплексах меди. Дали внимание. Я постараюсь. С ацилдигидрозонами гидроксиоцидофенонов. Я выговорила. И так какая польза от этого людям? Ну, во-первых, назвали тему моей кандидатской диссертацией, которой уже более 15 лет. Тема моей докторской диссертации посвящена получению новых материалов. А тема докторской? Тоже достаточно замысловатая, но, тем не менее, использование специфированных триазолов для получения новых оптических магнитных материалов. В принципе, еще раз говорю, что та, что та, тема понятна достаточно узким специалистам. Простите, вы понимаете, что говорит ваш оппонент сейчас? Нет. Невнятно выражается. Да. Я надеюсь, что вопрос не только в моей дикции, а скорее в том, что я использую специальные научные термины. А сколько там еще формул скрыта? Термины, думаю, оптические и магнитные материалы, думаю, понятны любому обывателю. Оптика-магнит. И самое интересное, что вот эти исследования, которые, вы говорите, в одном смартфоне семь нобелевских аппаратов, я надеюсь, что и наши исследования, которые проводили, не я один, это большая команда моих друзей. Что, какая польза людям от ваших исследований? Что конкретно вы сможете изменить? Асфальт? Нет, асфальт мы не сможем изменить. Но мы сможем изменить вот те вещи, которые у каждого у нас в кармане. Это наши смартфоны. Они будут тоньше, легче и более энергосберегающие. Какое счастье. А кому это нужно? Татьяна уже решила, что... Ну вот, меня немножко, знаете, иронизирует, какое это счастье. Но, тем не менее, у каждого из вас сумочки в кармане и так далее, это острое строительство. Это несчастье. Как наш поколение жило. Мы обсудим это в третьем раунде, я думаю, что у каждого из вас будет возможность. Это несчастье. Ныне это как бы насущная необходимость. А почему вы остались здесь, а не улетели никуда? Вы в Роснано обращались с вашим проектом? Нет, я в Роснано не обращался. К Чубайсу не приходили, да? К Чубайсу я не обращался с таким проектом. То есть вы просто складываете патенты, как башенку из них стремитесь? Нет, понимаете, еще раз говорю, современная наука – это не наша маленькая лаборатория. Пусть КФУ сейчас активно развивается, но, тем не менее, есть вот эти результаты, о которых мы сейчас говорим. Это продукт совместной работы не только наших лабораторий, не только наших московских друзей. Это, на самом деле, наука на границе не имеет. Понятно. Мы работаем вместе со Штацией. Слова фундаментальны, так же, как и наука. Но в Сколково не взяли и в Силиконовую Дальнюю тоже. Ну, Сколково, понимаете, мы цели такой не ставили. Спасибо. Мария. В Советском Союзе не было 50 сортов колбасы, но был Гагарин, и все мечтали о покорении космоса. Сейчас же все наоборот. Вот ваш смысл жизни, как потребителя, он в чем? Полные животы, фото в кружевных трусах в Инстаграме? Да нет, конечно. Я живу так же полноценно, как и другие люди. Вы считаете, что ученые живут неполноценно? Нет, они полноценно живут. У них просто своя сфера деятельности, свое умозаключение. Они в одной области, я в другой области. В какой области вы фундаментальны? Ну, я стилистереж-дизайнер, я в области индустрии красоты. Эта область, конечно, зависит в какой-то мере от науки, потому что чем экологически чистее продукт, тем намного лучше для людей. Но, тем не менее, есть насущные вопросы, которые надо решать. Вот и все. А ученые и блондинки вообще совместимы, как вы считаете? Ну, я, если вы заметили, у меня корни черные. Потому что я не натуральная блондинка, да. Конечно, совместимы. Почему нет? Почему тогда вы против дорогостоящих исследований? И без науки, я думаю, что вы не смогли бы покраситься в белый цвет. Вы поймите правильно, я не против. Я просто считаю, что есть вопросы... Что нечего пулять миллионы в космос, правильно? Их надо впулять. Только сначала надо решить вопросы, которые есть сейчас здесь. Вы правильно сказали про туалеты. В некоторых школах нету туалетов теплых. А если вы у нас в Крыму возьмете, так у нас и больница Титова, если недалеко ходить, можно сказать. Если бы наука не развивалась, мы бы до сих пор, не было бы ни асфальта, ничего другого. Мы бы как мамонты просто бегали по пещерам, и все. И что? Что бы делали вы без краски для волос и всего остального? Вы опять... Я повторюсь. Я не против исследований. Я просто за то, что есть вопросы первоначальные. Вы против огромного бюджета, который можно перераспределить на совсем другие нужды. Но его можно перераспределить правильно. А вы считаете, что вы знаете, как правильно? Правильно на что? Я считаю, если есть в стране проблемы и какие-то вопросы... Если есть в стране нет проблем, вы считаете? Есть, конечно. Ну, озвучьте. Ну, у нас проблемы с детскими садиками начнем. У нас проблемы с больницами, со школами. У нас есть много вопросов. Опять же, вы правильно сказали, с дорогами. Но в 61-м году, когда... При СССР достроились и до сих пор стоят. Проблем было не меньше, я думаю. Но, тем не менее, Гагарин полетел в космос. Да, полетел. Так вот. Тогда, может быть, надо было строить туалеты и все остальное в то время? Нет, сейчас их тоже надо строить. Так они были, а сейчас нет. Вы еще ответите на свой вопрос. Я отвечу. Что скажете? Я скажу, что надо просто... Надо просто подумать. Все-таки, что важнее для вас, космос или туалеты для детей? Конечно, туалеты для детей. Насколько я знаю, что вы имиджмейкер, значит, благодаря вам в массовой культуре ученые и космонавты сейчас в глубоком андеграунде. Поскольку сейчас на пьедестале почета и кумир молодежи это некие условные бузовы, футболисты и прочее-прочее. Вы, как имиджмейкер, почему сегодня создаете таких? Вы поймите, наука движется вперед, как сказали. И на сегодняшний момент нам кумиров телевидение диктует на самом деле. Вот и все. То, что смотрят по телевизору, то и становится главным. Ответьте на вопрос. Кто возглавляет Российскую Академию Наук, кто ее президент? Не скажу. Спасибо. Кто ответит на этот вопрос? Антон, я думаю, что вы точно знаете, кто это, да? Наверняка. У меня другая сфера, из Ливни. Вы не знаете, кто президент Российской Академии Наук? Ой, зайдите в Википедию, там узнаете. Да я могу вам подсказать. Это физик Александр Михайлович Сергеев. Вы у нас уфолог, правильный кандидат экономических наук, если я не ошибаюсь. Доцент еще к тому же. Доцент? Да. Доцент. Ну вы точно знаете, сколько нобелевских лауреатов в смартфоне, да? Ну это здесь при чем? Ну как уфолог, тогда ответите на следующий вопрос. Да, пожалуйста. Прикрываясь ученой степени, вы рассказываете о хинею про похищение крымчан инопланетянами и то, как вы лично видели НЛО. Было не о хинею. Вы видели НЛО? Неоднократно. Пять раз довольно близко. Я вам говорю, правда, сядя в глаза. Если вы мне не верите, давайте, пронесите Библию сюда, я вам поклянусь там. Мусульманам на Коране поклянусь. Можете описать, пожалуйста, как они? Пообщались с ними. А скажите, подожди, вот у вас есть пять минут для того, чтобы пообщаться с... Я не знаю, как они выглядят, но вы сейчас мне все это расскажете. Вот о наболевшем что вы рассказываете? Ну, инопланетяне кто? Значит, запомните, я хинею не рассказываю. Я отвечаю за свои слова. Как выглядят инопланетяне? Я покажу с научной точки зрения. А описать не можете? А описать кого? А как это просто звук, поток воздуха? Или вы поймали какой-то сигнал из космоса, как по скайпу? О чем вы вообще говорите? Какие инопланетяне? Я вам говорю, что я видел неопознанные летающие объекты. Инопланетян я лично не видел. Только что сказали, что да, видели пять раз. Я такого не говорил. Я видел НЛОВ. НЛОВ перевели на русский язык. Называется неопознанный летающий объект. Все. Это научный термин. А почему глава Российской Академии наук физик не видит, а вы видите? Вам дано? Какой физик не видит? Тот самый. А почему вам дано? Он занимается своим полем исследований. Каждый должен видеть по-вашему. Это не научная постановка вопроса. Где базируются сегодня инопланетяне? Базируются? Ты суслика видишь, а он есть. Это долго я могу рассказывать, где они базируются. То есть есть какая-то точка сегодня в Крыму или в Северополе? Начнем с того, это научный термин инопланетяне. Это знаете вы? Почему? Вы ставите антинаучно вопрос. Постановку вопроса. Так вы же ученые. Поставьте научно. Инопланетяне антинаучно. НЛО это, как правило, белевые баллоны. Не просто, но постижимо, да? Лет. Знаете, что такое лет-баллон со светодиодами? Вот их часто принимают в НЛО. Некомпетентные очевидцы. А говорят, инопланетяне прилетели. Я подхожу научно. Запомните. Ахинею мы отсеиваем. Шизофреников, психов, фантазеров. Знаете, сколько я? Да я думаю, что вы точно знаете, да. С десятками людей общаюсь, да? С десятками. Я на детективной основе провожу исследования. Понимаете? Как расследование. Вы выслеживаете внеземную жизнь? Ну что, такими фразами кидаетесь? Ну вы только сказали, что вы используете метод какой? Я исследую очевидцев, провожу опросы, провожу сравнительный анализ. Практически как следователь. Ну конечно. Следственный комитет по инопланетянам. Правильно, это методы должны криминалистики. Все научные методы применятся тут правильно. А у вас есть какой-то специальный чемоданчик? Мы не такое расскажем. Ну да, мне иногда кажется, что просто зачем лететь в космос, если здесь гораздо более фантастичное все? Нет, в космос надо летать. Надо лететь при этом? Обязательно. Зачем? Как зачем? Если мы не будем летать в космос, мы разделим судьбу динозавров. Потому что есть астероидная опасность, есть куча других факторов, риска, для нашей цивилизации, угрозы жизни. Так инопланетяне сами к нам прилетают, как я поняла. А как вы их называете? Вот как для вас научным термином нужно их охарактеризовать? Кого? Инопланетяне? Да. Днеземные биологические организмы. ВБО. Ну, далее ВБС. ВБС. А с альфа-центравой? Ну, этот факт... Видели кого-то с альфа-центравой? Извините, ваша постановка вопроса провокационна и антинаучна. Я, повторяю, никаких инопланетян лично не видел. Я наблюдал. Летательные аппараты неизвестного происхождения. Точка. Какая тема в вашей диссертации по экономике? Экономический закон конкуренции как фактор совершенствия хозяйства. Я поняла. Ну, давайте тогда серьезно. А как вы считаете, как ВБО влияет на макроэкономические показатели в Западной Европе? Причем здесь макроэкономические показатели? Речь идет о том, что мы ставим вопрос о научных исследованиях, технологий, обломках. А сегодня государство финансирует такие исследования о внеземной жизни? Вы получаете за это деньги? Что такое государство? Из бюджета вы получаете какие-то дотации на это? Да, вы лично. Или вы просто по инициативе? Естественно, все на энтузиазме. А вы один такой или у вас есть единомышленники? Есть, конечно, по всей России и за рубежом. Скажите, ну вот в Крым ежегодно прилетает 5-7 миллионов туристов. А у вас есть какая-то своя статистика, сколько такой жизни посещает сегодня полуостров? Значит, постановка вопроса, еще раз говорю, антинаучная. Не жизнь посещает, а наблюдаются объекты, которые подлежат исследованию, фильтрации. Сколько наблюдаемых объектов вы фиксируете в год? Ну, каждый год порядка не меньше 10, а то и больше. Некоторые годы больше. Как технически происходит эта фиксация? Есть видеофиксация, есть фотофиксация, есть фиксация с аппаратурой и так далее. Эти объекты видят только те, кто окончил и получил экономическое образование? Эти объекты видят все. Все? Нормальные, трезвые, изменяемые люди, которые... А вы видели? ...наблюдать. Постановка вашего вопроса антинаучна. Не все. Но у меня уже есть вопросы. По статистике могут чисто статистически увидеть. Видят кто. Кто ведет наблюдения. У вас нет подзорной трубы или я не знаю, как это. Кто в определенных местах находится. В определенное время надо оказаться в определенном месте. Тогда вы что-то увидите. Ну я смотрю, что вы... Нетривиальный вопрос, судя по всему. Это потому что... Может быть, увидите. А может и не увидите. Все видели. Если вы понимаете, не захотите, ну и оно вам надо вообще видеть. А это как? Это как пятно или что? Объясните мне. Какое пятно? Причем здесь пятно? Научно. Если я не анти... Может, в голове у кого-то пятно. Может, безусловно. А вот что вы видите? Вот смотрите, а там... Где? Там. Ну куда вы приходите своим детективным методом? Куда вы приходите за наблюдением? Как это происходит? Я с балкона своей квартиры видел. А, все делали? Три раза. Все делали? С балкона вашей квартиры три раза. Еще два раза где? А кто-то кроме вас видел? Вся семья у нас видела. У вас вся семья таких? Ну практически видели. Сестра моя, мать моя. А вы как зовете? Подходи, прилетели или как? Первый раз сестра меня позвала. Беги быстрее. Я думал, она шутит. Беган. Да полгорода, наверное, видела. Телекомпания ЖИСа снимала это все. 95-й год это был. С тех пор не прилетали? Каждый год. Каждый год. Фиксируются эти факты. Так это сезонность, миграция, как у птиц. Нет никакой сезонности, никакой миграции. Из вас бы получился хороший орнитолог. Вы не утрируете этот вопрос ваш. Это все провокационные вопросы. Провокационные, да? Они неправильно. А что бы вы им рассказали о землянах и о себе лично? Если бы контакт был. Кому? ВБО. Не знаю, как вы их называете. Рассказать? Да. А что рассказывать? Они и так про нас много знают. А, так они просто среди нас есть, но вы это тщательно скрываете. Ну, допустим, я никого не скрываю лично. Спасибо. Татьяна, вы говорите, что отказаться от исследований космоса и выделения огромных бюджетов на это, это абсолютно логично. Но это первый шаг к превращению в страну третьего мира нашей страны. Следующим будет отказ какой для вас? От достойного содержания армии, а дальше только путь к президенту-комику или президенту-алкоголику. Вы для этого хотите? Вообще-то у меня свое мнение. Вот я слушала, и я считаю, что государство должно вкладывать деньги в молодежь, чтобы наша молодежь не уезжала со страны, из страны, чтобы... И следила за инопланетянами, да, судя по всему? Чтобы проекты были не с инопланетянами, а проекты были для молодежи, как это было когда-то в моей молодости при Советском Союзе, и каждый мог реализоваться. Нужно вкладывать побольше... Но при Советском Союзе запустили первый спутник. Уже у нас не было ни планшетов, ничего. И самые умные люди... И вся Москва выходила на Красную площадь с плакатами «Все в космос». И Королев еще в 60-м году говорил о том, что... Получается, что... По профсоюзным путевкам все рабочие будут скоро летать в космос. Да, и я считаю, что государство должно сначала заботиться... Кстати, я... Вам не интересно, что говорит ваш оппонент? Интересно? Не понятно вам, но я вам повторю. Я считаю, что... Ненаучно. Что государство... Я не могу научно говорить, что государство должно вкладывать деньги в нашу молодежь. Чтобы молодые люди могли семьей купить ипотеку, которую сейчас нереально практически купить. Чтобы молодые люди не уезжали из-за этого за границу. Чтобы молодые люди... Какие-то проекты вы должны создавать. А как вы представляете себе этот механизм? Вот как это монетизация... Татьяна, это третий раунд. Вы обратитесь еще к вашим оппонентам. А кто их ловит? Чего вы такое рассказываете? Лучше бы... Просто подглядывают за ними. Вы ответьте мне на вопрос, как вы себе этот механизм видите? Будущее это люди. Поддержки. А не наука, только люди. Я считаю... Вы помогаете Татьяне? Ну... Сейчас, конечно. Я считаю, что нужно сначала как-то вкладывать в людей. А не... Неизвестно, что ваши проекты очень долгосрочные. И неизвестно, кто сейчас этим будет заниматься. Потому что вот сейчас надо деньги вкладывать, допустим, в молодежь. И хотя бы в здоровье нации. Потому что вот сейчас... Я не знаю, куда вы ходите. Я хожу в бюджетную поликлинику. И там возле меня стоят 12, 13, 15-летние дети, которые болеют диабетом. Откуда у этих детей диабет? Я считаю, что нужно деньги вкладывать в людей. Так вкладывают. Инсулиновая помпа, если все остальное. Если вы науку развивать не будете. Но знаете, в наше время, вот при Советском Союзе, дети не болели диабетом. Сейчас не проверяются продукты нигде практически. Вот я считаю, что государство должно вкладывать в молодежь. Татьяна, а какая, по-вашему, технология должна взорвать мир? Так, чтобы вы готовы выделять более миллиарды? Я же говорю, нужно сначала... Ну, вы говорите, что нужно, чтобы молодежь оставалась здесь. Да, но сначала, чтобы она осталась здесь, им надо уделить внимание. И все финансы надо тратить на молодежь, а не на эти какие-то инопланетянские проекты. Роскосмос планирует полет на Марс. Как вы считаете, это нужно для той же молодежи? Это самые общие слова. Третий раунд. Роскосмос, я говорю о том, что планирует полет на Марс. Вы как считаете, что это необходимо сегодня? Боже. Действительно, у нас... Ну, это бред сумасшедший. Полет на Марс. Да или нет? Нет. Нет, это абсурд. Какой полет на Марс? Мы должны сначала навести порядок. Абсурд это или не абсурд, расскажут ученые. В китайских лаптях. Какой полет на Марс? Ну, китайцы уже, я же говорю, собираются колонизировать все. А мы ходим в их лаптях. Да, и когда население Земли... Чтобы наша молодежь получила хорошее образование, чтобы она вкладывает в молодежь, в их здоровье, полеты на Марс. А потом будут полеты на Марс. А пока наша молодежь... Ну, в лаптях Ломоносов, как вы помните, очень долго шел. Вы считаете его неразумным человеком? Но он же не в китайских ходил. А вы именно в китайских ходите, в лаптях, да? Нет, я не хожу в китайских лаптях, но полстраны ходят в китайских лаптях. Поэтому нужно сначала навести порядок в доме, а потом уже собираться на Марс. Итак, Татьяна, я вас поняла. Алексей, какой практический смысл от того, что вы годами смотрите в небо? Если на Землю будет лететь огромный астероид размером с футбольное поле, вы за 10 минут предупредите нас об этом? Я всегда шучу, что если видите, что я собираю сумки и бегу, то надо бежать за мной. Это по поводу предупредимого или предупредимого. А что касается... Наука уже перестала быть такой, как была 60 лет назад. То есть если в случае чего успеем? Куда? Я думаю, что куда бежать? За 10 минут, да. Вот вы говорите, наука не нужна, нам не нужно летать на Марс, нам не нужно направлять наш взор на другие планеты, исследовать их. Летит астероид. У нас нет вариантов. Мы не знаем, куда лететь, куда девать человечество, потому что мы не подготовились к этому за 30 лет. Развитие науки, когда могли подготовить себе корабль, развить систему навигации в космосе, найти планеты, которые нам путешествуют. Но ваши оппоненты при этом летят, астероид не летит. Они будут спокойны абсолютно в лаптях с гамбургером, лайк в смартфоне. То есть это никого не интересует на текущий момент. А вы будете мандражировать при всем при этом? Зачем? Думать, что делать? Как спасать планету? Мы об этом думаем сейчас. Мы готовимся к вызовам, которые сейчас не наступили еще. Которые будут через 20-30 лет. Через 50 лет. Вы же умеете мечтать? Все в детстве мечтали, смотрят космические сериалы. А вы мечтали о полете в космос? Я не мечтал о полете в космос. Я, честно говоря, боюсь высоты. Боитесь высоты? А как вы работаете? Вы же в астрофизической обсерватории работаете. То есть вы просто... Ну не такой же высоты, извините. Все-таки одно дело над Землей, другое дело где-то на Земле. Вы спросили, хотел бы я стать космонавтом? Нет. Но я думаю, что люди для этого есть. А сколько вам лет? Отлично, 30. 30. Но Роскосмос как раз еще ведет набор. До 35 лет. Думайте, успею. А как вы считаете, какая польза от фотографии, которая была опубликована буквально пару дней назад, вот той черной дыры, которая больше похожа на пончик в Росфокусе? Да, там еще они в кошачьих глазах такие классные были похожи. Ну, кто что верит, да. Дело в том, что для людей, которые смотрят на фотографии, пользы никакой. Вот я на нее посмотрел здорово, красиво. Мне тоже пользы никакой. Но вы должны понимать, что за этой фотографией стояли годы исследований, годы научного прогресса, годы развития техники, и которая тянула за собой все развитие нашего общества. Кто-то из вас видел эту фотографию, как выглядит черная дыра? Я видел, да. Поэтому... Что скажете? Черная дыра. Поэтому достаточно... Ну, в общем... Ну, типа... А то, что российские космонавты выращивают на борту МКС рязку, и с растением все в порядке, это тоже достижение сегодня? Я астроном, я не могу ответить вам на вопрос в российских космонавтах. Я не знаю, что они там выращивают. А вы можете мне ответить, сколько планет сегодня в Солнечной системе? Восемь. Вы знаете, когда я училась в школе, их было девять. Почему-то потом... Ну, там некоторые изменения произошли. Система Плутон-Харон, да, ее перенесли в другой класс. Что с ним не так? Дисквалифицировали? Он остался на месте, просто немножечко поменяли систему классификации планет. Ну, это риторика. То есть до 2006 года было девять планет, все нормально, а в 2006-м собрался Конгресс и решили, что... Дело в том, что мы открывали очень большое количество астероидов в астероидном полюсе, и там было очень много таких тел, как Плутон-Харон. Нам либо надо было открывать десятую, одиннадцатую планету и так далее, либо эту планетку перевести в другой класс. Просто вложили миллиарды и переименовали планету в другой класс. А вы верите, что есть ВБО? Смотрите, я отвечу. Вы в телескопы видели? А как вы говорите, ВБС? Ну, это вы сказали. Ну, сокращенно. Я вам сказал. Если не дадите ответить полно, я вам расскажу. У меня есть 30 секунд. Я иду на телескоп, смотрю, какая-то звезда на небе висит. Эта звезда яркая, потом раз, вот туда вот улетела. И так наблюдалось в течение нескольких дней. Люди приходят, говорят, вот мы видим, там что-то еще. Это НЛО? Неопознанный летающий объект? Мы не знаем, что это. Правильно? Вы так и приходите постоянно к телескопу и смотрите? Нет, подождите. Я пришел, глянул, не надо наводиться на телескоп, я пошел, оказалось, самолет на нас летит, вот так разворачивается и уходит туда. Это был неопознанный летающий объект. Ну, его так называют, никто не знал, что это. А когда посмотрели, поняли, вот вам самолет. Все, это просто игра слов, не более чем. То есть, а что видит с балкона тогда ваш сосед? Я не знаю, мы с ним не общались, я не могу сказать, что он видит. А вы не общаетесь с ним? Я вам говорю конкретно, что вещи, которые мы видим на небе, не всегда являются происхождением на земле, могут быть. Ну, это как кто-то в облаке видит зайчика, кто-то что-то другое. Да, вы тоже видели НЛО как ваш коллега? То, понять, которое ты сейчас вкладываешь в НЛО, это не то, о чем мы говорим. Ты НЛО вкладываешь в неземную жизнь, да, или какую-то не это. В третьем раунде мы все это узнаем. Так, а что видит все-таки ваш коллега? Ну, спросите у него, я не могу... Он тоже не может объяснить, он говорит, что на балконе все семьи собираемся и что-то отсмотрим. Мы немножко в разных направлениях работаем, понимаете? Астрономия — это более широкая область. Спрашиваете у человека? Естественно. Ну, коллега с Альфа-Центавра не видел ничего, а вы видели? Какой Альфа-Центавр? Смотрите, если вы ставите вопрос поиска внеземной жизни... Ненаучно, я поняла, да. А планета Нибиру? Это полный бред, такой планеты нет. Запомни. Если вы ставите вопрос поиска внеземной жизни, то он действительно ведется. Бургерей. И такое направление называется поиск экзопланет, когда мы ищем планеты, пригодные для жизни, на которых возможно образование жизни. Да. Но здесь не берется понимание разумной жизни, потому что... Какая ближайшая от нас? Проксима? Планета. Экзопланета, да. Какая ближайшая? Ближайшая планета, я не помню название, они называются по именам спутников, которые их обнаруживают. Она находится примерно в 800 световых годах от нас. Это достаточно далеко. На выходные слетать не получится. Такие 800. Проксима, Б, Центавры ближайшая. 4 целых... Я угадала, Проксима, даже я знаю. Мы говорим об обитаемых планетах, на которых возможно образование жизни, а не просто... У вас какой-то спор уже возник фундаментальный? В третьем раунде, ребята. Я вам расскажу подробно и научно, если вы хотите. Ну, в третьем раунде, я думаю, вы ответите на этот вопрос. Пожалуйста. А сейчас время Алексея. Алексей, бюджет государственный. Корпорация Роскосмос на ближайшие три года — это 515 миллиардов рублей. Это больше раза в два, чем стоимость строительства Крымского моста. Вот вы считаете, сколько денег можно было... Сколько детей можно было спасти на эти деньги? Это разве сейчас не важнее? Соберитесь. Я не растерялся. Я просто думаю, как бы так правильно показать, что этот вопрос совершенно некорректный. И задавать такие вопросы может человек, который абсолютно не понимает разницы между тем, о чем мы говорим. Я понимаю, что у вас сегодня такая тема. Но разделить и столкнуть науку и общество — это неправильно. Наука для общества или общество для науки? Это именно то, что происходит сейчас в нашем обществе. И наука, вот тому пример люди, которые говорят, что наука нужна, не нужна. Но вы же слышите, что общество сегодня не хочет науки. Оно хочет дорог здоровых... Я не слышу этого вопроса. 515 выделяем? Неправильно. Это сейчас важнее таких денег. Мне хочется сказать, что я рад, что нашим обществом, нашим на страну, правят не домохозяйки все-таки, а мудрые люди. Зачем лететь на Марс и такое количество денег выделять, если есть марсоходы, которые уже все сделали и доказали, что в жизни или есть? Нет? Нет, почему нет? Сказали, что есть. Нам? Где? Не передергивай. Они за марсоходом прятали фраза. А, все дело в этом, я поняла. Да, они убегали от него. У вас часто звучит фраза, как вы дергаете. А марсоход не видели? Первый раз сказал сегодня. Кто сказал? Я. У вас еще будет время, чтобы, конечно, ответить на вопрос. Итак, все-таки деньги в космос — это деньги на Ветер. В космос. Скажите мне, ответьте на вопрос, на что были выделены эти 500 ядов? Вопросы здесь даю я, поэтому... Я не могу ответить на вам вопрос, поскольку я немножко в другой теме. Я не могу ответить за всю науку и тем более за Роскосмос. Ну, на Марс, как вы считаете, лететь нужно? Вот вы как сотрудник обсерватории или как человек, как вы считаете? Вот я могу немножко порассуждать на эту поводу. У нас американцы были на Луне, и часто на экскурсиях даже люди задают вопрос, а почему американцы и вообще кто-нибудь... Ой, они, кстати, предлагают сейчас вернуть все то, что оставили 50 лет назад. Там 12 пор обуви, 2... Ну да, можно вернуть, можно слетать. Вызывает вопрос смысл. И вчера на Луне разбился, как вы знаете, израильский аппарат. Какой смысл сейчас отправлять миссию с людьми на Луну? Это нецелесообразно. Именно поэтому сейчас на это не выделяются деньги. У меня второй вопрос есть. Свежое предание. Немножечко... Так, а китайцы, которые месяц назад, насколько я знаю, сели на Луне, они считают, что это нецелесообразно? И это абсолютно реальная идея, серьезная. Соборались ученые, которые говорят о том, что нужно колонизировать, поскольку такое количество людей от 8 до 17 миллиардов просто скоро Земля не вынесет, и китайцы решили быть впереди планеты всей и лететь. Такой китайский ковчег. Это точная формулировка. Они так и сказали. 8 миллиардов людей, перенаселение летит. Если будет больше перенаселения, все, что будем делать? Они решили быть первыми. Пока мы все сидим и думаем, они решили лететь. Колонизируем Луну для того, чтобы было где жить. Так получилось? Ну, то есть пока переждем на Луне. Я не думаю, что была такая идея. Итак, спасибо, Алексей. Ваш однофамилец Юрий Гагарин однажды махнул рукой и сказал... Поехали. Да. И отправился в космос. А куда можете поехать вы? В очередной ресторан или проводить свадьбу? Хорошо. Конечно, можно и туда поехать. А вы можете сделать? Поехали? Махнуть рукой и сказать поехали. Поехали. Ну, я еще тогда от лица программы поздравлю всех с Днем космонавтики, раз такое дело. Ребята с Днем космонавтики. Юра, мы стараемся. Значит, сразу хочу сказать вам по поводу... На корпоративах стараетесь? Вы знаете, я стараюсь вообще по жизни и на корпоративах тоже. Я стараюсь стараться везде, по жизни, на 100%. Но надпись на вас гласит о том, что вы хотите идей. Идей вы хотите как потребитель от наших... Нет, точно не таких идей, там, про НЛО и про пять раз передернуть, там, ну, это другая команда. У меня другие идеи, я вам расскажу, какие, знаете, вот... А Марс не идея? Идея. Вы послушайте мою сначала идею. Мы уже знаем идею про Марс, про 500 миллиардов и так далее. Моя идея в другом, что Юрий Алексеевич Гагарин, да, как вы уже сказали, в 61-м году, он вот полетел, и, на мой взгляд, он лидер. Иначе говоря, герой. И вот такие вот лидеры, герои... Да, наш смоленский, не какой-то там. Я говорю все-таки. И вот такие герои, они нужны, лидеры нужны, потому что фундамент, на который мы идем, это люди. И именно люди... Почему современные ученые сегодня не могут стать такими лидерами? Вообще, знаете, вот какого-то современного российского ученого, которым бы вы могли гордиться? Так я буду рад, если они станут лидерами. Ну, знаете, какую-то фамилию? Не испортите мир, ну, в котором мы живем, планету Земля. Она уже страдает. Алексей, 500 миллиардов на Марс нужно вот сейчас или не нужно? Нет, есть более приоритетная сдача на данный момент. Что предлагаете вы? Куда направить деньги? На улучшение жизни, экологии. Возможно, какие-то технологии, которые помогут продержаться по... Конкретно, можете что-то вы предложить? Что сегодня необходимо? Здоровье, какое здоровье? Ученые очень много сделали для здоровья человека детей. Еще делают развитие в жизни. Я вам еще раз говорю, фундамент — это люди, в них нужно вкладывать сейчас. Если мы это упустим, некому будет лететь, вы понимаете? Некому. А 500 эти потеряются. Браво. Послушайте, ну вот разработки вашего оппонента... Уфолога. Даже не процитирую сейчас. Уфолог нет, химик. Передергиваем. Что вы считаете? Ничего не считаю, я пока ничего... Вы не поняли просто. Я не услышал, было много сказано чего-то конкретного, но ничего доступного. Говорить нужно доступно, чтобы вас понимали. Мне непонятно. Объясни доступно, как работает твой телефон. Объясни доступно. Третий раунд. Я думаю, что в принципе у каждого найдутся аргументы. Ну, как вы знаете, космическая отрасль, она куда вы так и не хотите выделить деньги, помимо изучения непосредственно космоса, именно она дала жизнь таким вещам, как искусственное сердце, солнечные батареи и очень многое, даже молния, липучка. Это великолепно, спору нет, конечно. А что вы оставите после себя? Диджей Гагарин? Очень неплохо. Слава Богу, что я занимаюсь не только этим. У меня есть и общественные проекты, которые я занимаюсь. Например, в данный момент мы делаем лидерский парк возле ДКП. Как вы знаете, там есть парк с тополями, которые падают и просто... Поднимаете тополя? Нет, мы очистили, срубили тополя, мы делаем площадку, собрали денег с общественности, поставим там скамейки, урны, дети и семьи могут там гулять и общаться. Мы делаем прямо сейчас какой-то результат, который улучшает жизнь. И в том, что на Марсе будут яблони цвести. Это замечательно, я очень рад этому буду. Я говорю вам еще раз, что сейчас приоритетно заниматься жизнью людей, которые живут прямо сейчас в этом моменте. Если это не сделать, возможно, некому будет лететь. А что вы делаете с тополями? Мы их приводим в порядок и эту зону приводим. Делаем не только в этой зоне. А что еще делаете? Что еще останется после вас? Хорошо. Расскажите. Например, я обучаю людей выступать публично, спасаю их от страха публично выступать. Причем изначально это дело чисто из ценности, более двух лет делаю это некомерно. Вы считаете, есть чему поучиться у вас в плане публичного, эффективного выступления? Я думаю, что нам всем есть у друг друга чему поучиться. И у меня конкретно в том числе, конечно. Но вы считаете, как специалист, вы могли бы научиться выступать публично? Да. То есть проблема есть все-таки, да? Их нам науку популяризировать. Я за коллаборацией. Вы должны понять, что я не против науки, но я против правильного приоритета и распределения. Есть вопросы, которые острее сейчас, и вы должны это понять, как и уважаемые судьи, надеюсь, они слушают. Куда еще раз конкретно направить деньги вы предлагаете? У нас в людей, в здоровье, в экологию. То есть проесть или как? В смысле, пора есть. На гамбургеры, как вы говорили? Вы так часто говорите про гамбургеры, я могу вас угостить, если вам надо. Я за здоровое питание. Я могу иногда угоститься, это клево. Все-таки вы их едите. Я поняла. О, боже, на всех едят. Так куда? МРТ, развитие технологий. Ну, как бы гамбургер, это штамп, да? Я думаю, что много. Я просто называю сферой, что это здоровье. Если углубляться, можно посмыслить, куда. Но очень много, очень много есть вопросов, которые нужно решать со здоровьем. Медицина, так тем более. Вы просто зайдите в больницы. Я элементарно говорю. Вы были в Симферопольской больнице? Вы сейчас у кого спрашиваете? Я у всех. Вы были в Симферопольской больнице? А что там? Там можно найти УФО. Там уже электронная очередь, как говорят. Новая трехэтажная вот эта, точнее, десятиэтажная. Или сколько она там? Она еще не работает. Неизвестно, когда она будет работать. Вот если туда вложат, вот вопрос, хорошо. Крым нужно развивать. Я с точки зрения, вот как крымчанин тоже считаю, что нужно Крым развивать эту локацию. Повышать качество, сервис, развивать этот остров, в котором мы живем. Нужно заботиться о том, где будут жить наши дети, в конце концов. Такой Чубайс вы знаете? Нет. И что такое нанотехнологии, нанотрубки? Вам это просто не интересно. Вам не интересна наука как таковая? Ну, кто такой Илон Маск, я думаю, вы знаете, да? Как тебе такой Илон Маск? Да, вот эту фразу, как тебе такой Илон Маск, вы как бы знаете. А чем занимается Роснано, вы вряд ли сможете озвучить. Нет, нет. А как вы считаете, если бы у Гагарина был смартфон? Да. Своё первое смс кому бы он отправил? И что бы в нем было? Жене. Жене. Не Королёву, что я на месте, нет? Я думаю, жене. Семья. Вопрос. Понимаете, что вот вы так как-то издевались, пробовали, да, насчет имиджа и одежды, что вот любого научного сотрудника... Я говорила об имидже, который создает... Послушайте, любого научного сотрудника будет мотивировать женщина, причем красивая женщина. Вы посмотрите на себя. Как мы интересно перешли в плоскость. А что не так с сотрудниками? Вы хорошо выглядите. Если бы вы выглядели как уфолог, то о какой мотивации была бы речь? Чем вам не нравится? Как должен выглядеть ученый? Нет, отличная рубашка. В тренде. Самое главное практичность и удобство. Самое главное в ВБУ. Не видели вы ВБУ? Не видели вы ничего? Погнали дальше. Поехали. Итак, время второго раунда истекло. Теперь слово суде. Итак, Филипп, чьи аргументы во втором раунде были лучше? Кто сильнее сейчас? Представители науки хорошо аргументировали свою позицию, даже несмотря на некоторые высказывания уфолога. И более того, у меня сложилось впечатление, что представители противоположной стороны тоже в основном за науку. Мы все за науку так или иначе, но тем не менее, все-таки хочется спросить, были ли какие-то актуальные контраргументы у стороны противников исследований? К сожалению, они очень часто признавали, что они зависимы от развития науки. Ну а как вы считаете, достаточно ли у нас выделяется сейчас на все остальные сферы? Нет, недостаточно. И есть сферы, которые действительно нуждаются в большем финансировании, чем развитие других сфер в науке. Понятно. Алексей, пока что жюри не на вашей стороне. Может, все-таки время переходить на сторону науки? Нет, я не меняю своих позиций, собственно говоря, как большинство научных деятелей, которых просто воруют в иностранные представители государства. Я буду держаться своей позиции, которой я держусь, и я твердо уверен, что судьи, я думаю, перейдут на нашу сторону, когда осознают, насколько важны и реальные проблемы сейчас. Татьяна Ивановна, а вот как вы думаете, ваши оппоненты сегодня можно причислить к фантазерам, которые якобы видели НЛ? Конечно. Вы не считаете, что... Приезжайте в гарнизон, там столько НЛ улетает, 24 часа сутся. То есть вы тоже видели? Нет. Это рабочие самолеты. Поняли. Хорошо. Как вы считаете, какие гагарины сегодня нужны стране? Космонавты или диджеи? В стране нужны все. Я считаю, что сейчас нас просто сталкивают лбами, а на самом деле, действительно, как мои оппоненты сказали, науку и людей сталкивать нет смысла, потому что мы в разных отраслях. Но все мы люди, и все боремся за одну цель, по сути. Вот и все. Спасибо, мы услышали ваш ответ. Алексей, вы считаете, что за космос вы не отвечаете. Ну, а за астрологию? Достаточно ли, может, лучше перевести деньги от астрологии на сторону нормальных исследований? Чисто для тебя астрологический прогноз всего 500 рублей. Вы не стесняйтесь, что вас называют астрологом? Я астролог, господи упаси. Если серьезно, то мне стыдно, что вы не можете понять понятие астроном и астролог. А вы не поняли этой игры? Ну, я не знаю, какая игра может быть в двух совершенно противоположных вещах. Не смешно, хотя мы вот как раз-таки шутим. Хорошо, тогда поговорим о веселых вещах. Все-таки. Судьи считают, что вы топите команду. Зачем? Что я делаю еще раз? Топите команду свою, проиграете из-за вас. В нашу команду топлю. Да, ну, глупости. Они считают, что это ненаучно, и вы несете ахинею. Где ахинея? В чем? В своих исследованиях. Но с Москальца забирали женщину на Аюдак? Ну, допустим. Ладно, думаю, это будет интересно узнать в следующих раундах. Все-таки, Алексей, вы за науку скажите что-нибудь все-таки актуальное. Ну, действительно, мы должны подтвердить реноме. Ну, вы знаете, вот наши оппоненты часто апеллируют в необходимость вложения денег именно в людей. Но не предлагают совершенно каких людей, что мы будем вкладывать именно в людей. Говорят о здоровье. При этом не понимая, что современное здоровье – это как раз передовая наука. И я, например, не вижу противоречия между необходимостью развития науки и тем, что говорят наши оппоненты. На самом деле, в высоких материях, на самом деле, все говорим по большому счету об одном и том же. Поэтому наука, понимаете, я могу оставить свои личные интересы, свои взгляды. Но, тем не менее, общество в целом, я думаю, разделяет нашу позицию, что без науки общество просто… Мы скатимся обратно в каменный век. Спасибо. Естественно. Итак, по итогам второго раунда, опять-таки, раздельным решением судей победа отдается команде ученых. Таким образом, общий счет 2-0 в пользу команды в красном углу. Третий раунд. Полный контакт. Правила от третьего раунда просты. Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга. Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперников в целом. Ограничения по времени ответа нет. Остановить схватку могут только я и судьи. Итак, начинает ваша команда. Пожалуйста, ваш вопрос. Мой вопрос. Мой вопрос такой. Скажите, пожалуйста, дорогие оппоненты, не считаете ли вы, что вот в тех вещах, которые вы назвали, больницы, дети, все это и так далее, требуется как раз-таки научный подход? Требуется длительное взвешивание всех фактов, анализ вариантов и возможностей, и потом уже только выделение и разделение денег на какие-либо отрасли? Конечно, туда влияет наука. Просто вопрос в том, какие инновации, которые вы изобрели на 500 миллиардов, можно уже сейчас в данный момент вместить в жизнь россиян. У меня не такой вопрос. Я спросил, требуется ли научный подход в реализации вашей деятельности, и возможно сделать ли он ее эффективней. Научили, кстати, выращивать зубы, цыпленку, знаете, для чего? Чтобы вы забыли о том, что такое имплантология. Много всего сделали. Где ваши инновации, где все? Сейчас 500 миллиардов можно вложить конкретно в Россию и в жизнь людей, которые здесь живут, и улучшить их жизнь. Я сейчас не разворую. Ты знаешь, что... А у вас там не разворуют 500 миллиардов? У меня нет. Ну, у вас-то точно нет. Ты знаешь, что изобретатель интернета отказался от своего детища? Он сказал, что я собирался сделать средства для обмена информацией, а получил коммерческую машину. И очень расстроился по этому поводу. Ну, и так часто бывает. А почему так произошло? Как думаешь? Это зависит от людей. Есть люди, у которых неправильные ценности. Опять-таки, я тебе говорю, взгляните в окружение, в котором вы живете. Что ценно, что важно человеку. Это нужно менять, а вас заботят совершенно другое. И судьи, судя по всему, тоже заботят что-то другое. Тогда еще один вопрос, да, можно? Еще не ответили барышня? Ну, я думаю, командный ответ. Выключаетесь? Нет, мы в команде, мы слушаем. А вы решили... А у вас выступает сегодня Гагарин. Итак. Смотри, мы сейчас спорим про бюджетные деньги, там, 500 миллионов. Я уже лет 20 смотрю телевизор. Миллиардов? Да, неважно. Это все равно очень много денег. Ярдо больше, ярдо меньше. Я очень давно смотрю телевизор иногда. И 20 лет по телевизору рекламируют зубную счету. Я вот очень давно не смотрю телевизор. Ну, нет, я... Гипотетически, да? 20 лет по телевизору рекламируют зубную щетку Colgate и бритву Gillette. Каждый месяц у них выходит новая бритва и новая щетка. Да. Неужели невозможно сделать нормальную зубную щетку и нормальную бритву? Почему это не делается? Как вот ты думаешь? Да, понимаете, человек просто думает не про щетку и не про бритву. Он выходит на дорогу, а там просто фекалии и все остальное. Это повседневные варианты. А тут в космос летят. Он не понимает, как можно. Нет, подожди, это моргия. Дело даже не в том, что фекалии. Ладно, хорошо. Есть мир, да? Дороги латают в дождь. Где-то на берегах просто выливают кучу животных мертвых. Где-то нет воды. Где-то нечем дышать. Эти вопросы вас как-то заботят. Они идут из промышленности, из развития науки, которая наука изобретает в производстве, с помощью которого все это происходит. Да, нужно вкладывать, чтобы лететь в Марс и как-то стараться спасти людей, которые доживут. И яблоки выращивать. Но при этом нужно обеззаботиться и заботиться о том, что сейчас... В средние века тоже была хорошая экология, но жили-то недолго без развития. То есть фундаментально. Дожили, не факт, что доживем до момента, когда... Вы не считаете, что вы дожили, потому что эти люди работали? 500 миллиардов придут в действие. Ну вы бы в 30 лет просто умерли от чумы, если бы не ученые. Когда будет 500 миллиардов? Вот вы положите, когда мы полетим все туда? Куда мы летим? Я извиняюсь, мы не угробим друг друга, просто страны друг друга не угробят. Вы посмотрите вокруг, что происходит в мире, везде, что происходит. Ну почему вы посмотрите? Смотрите, у нас есть план. Как минимум нужно делить бюджет половину нам, половину вам. Половину вам, половину вам. Очень неплохой вариант. Смотрите, у нас есть четкий план. Коммерциализация, пилить бюджет. Четкий план развития. Все очень. Чтобы вы понимали, что такое фундаментальное развитие. Это не просто бюджет, мечта, поколение потребления. Я пришел к телескопу, говорю, вот у меня есть телескоп, я буду сегодня что-нибудь наблюдать. Давайте, давайте. А кому вы это говорите, если вы один из телескопа? Пишутся полностью стратегии научного развития на несколько лет. Есть стратегия развития научной федерации, Российской Федерации. Я вспомнил. На 10 лет. Ты мне скажи, какая у тебя стратегия? Какая у вас стратегия? Я недавно видел. Я тебе дам 500 миллиардов, что ты будешь делать? Я недавно видел, как почта России сдала герокоптер, который доставляет почту. И они вложили там несколько миллионов, по-моему, или миллиардов, я даже не помню. Вложили, и через 15 минут он улетел в стенку здания. А, да, и разбился, да. Сколько там миллионов или миллиардов вложено? А где отношение? Сколько вложено? Какое отношение к науке это имеет? Нет, так бы... Прямое. Прямое? Это наука, по-моему, уфолог вас понял, по-моему, миллиарды. Это наука? Запустить? Ну, это не наука. Ребята, я не против науки. Но нужно заботиться о том, что происходит сейчас с людьми. Я тебе больше скажу. С людьми. Можно перебью? Сколько ракет разбилось до тех пор, пока вывели первый спутник? Почитай где-нибудь. Сколько ракет убили людей, скажи. Сколько ракет разбилось. И тем не менее, когда она первая вляпалась в землю, ты же не сказал, все, миллионы потратили, больше ничего не делали. Правильно, а когда у какого-то ребенка болезнь, мы собираем всей страной по 50 рублей. Так, может, потому что науки как раз нашей отечественной недостаточно? Нет, не в этом дело. Не в этом дело, потому что многие вещи сфинансируются не туда, куда надо. Никто не говорит, чтобы вас ущемлять. Знаете, как выглядит ваша история? Знаете, как выглядит ваша история? Насрать на одной планете и убежать на другую. Насрать на ней и еще на следующую. Вот так это выглядит. Зачем ты же верешь? Так это выглядит. У вас какой-то карточный домик, если вы думаете, что вы переселились туда, и у вас здесь не получилось, вы переселились туда, и у вас там вдруг что-то получится, у вас рухнет все разом. А я так понимаю, что это основа ораторского искусства, такие выражения? Или это на свадьбах сейчас как идет? Нет, нет, нет. А просто, ну, это слово, которое максимально описывает. То есть человек на улице себя ведет, как в туалете. Вы это хотели описать, да? Нет, я хотел сказать то, что происходит. Люди засоряют планету повсеместно. Так кто, ученые засоряют? Люди. Ученые тоже люди. Потому что людей слишком много. Можно я? Какой вы предлагаете вариант? Скажите, это вот... Для расселения. С помощью аналитики пришли к такому выводу, да? Заполнил солнечную систему? Варианты разработаны без вас. Все это дело в целом может рухнуть, понимаете? И лететь будет некому. Вот именно. Ну, пока что еще не рухнуло. Вопрос того, что мы не против науки, мы за нее. Просто есть вопросы первоочередные. Вот и все. Пожалуйста, вопрос от вашей команды. Итак, в чем? Ну, вы же так хорошо начали, с таким запалом и азартом. Татьяна, давайте вы. Потом вернемся к вам. Хорошо. Вот я так слушала этих умных мужей. За такие деньги бюджетные вы спуститесь на землю, пожалуйста. Вот, например, там, где мы живем. Вы вообще ходите в поликлинику бюджетную или платную? Мы же бюджетники. И какие платные? Вы о чем говорите? Да ни о чем. А вы живете где? В Гвардейске? Вы что думаете, вы импитет миллиардов? Я, Татьяна, живем на аэродроме. Там большой аэродром, да? Да, приезжайте. Там инопланчан много летает. Сколько они перед этим выпили? Они не пьют во время полета. Хорошо. Так вот, ребят, вы... То есть я так понимаю, что аэропорт сегодня это образующий такой объект, вокруг которого... Аэродром, а не аэропорт. Так вот, вы когда-нибудь возили по скорой помощи своих родных или скорые не комплектованы? Да, да. В чем ваш вопрос? Мой вопрос. Такие бюджетные деньги, куда они собираются? Надо спустить, реально спуститесь на землю. У нас нет аппаратуры... А что вы смеетесь? Если вы попадете в больницу, там у нас, конкретно в Симферополе, у нас... А что вы предлагаете? Продать все самолеты и остановить научный прогресс? Подождите. Вот у нас, в Симферополе, у нас нет элементарной аппаратуры в больницах. Такой аппаратуры, у которой за границей в каждой деревне есть. Что делать? У нас нет элементарной аппаратуры. А вы были за границей? У нас в больнице... Вы были за границей? Да, я была за границей. Я могу судить. В каких странах? В процентах, да? Во Франции была, у немцев была, но это не важно. Вот послушайте, вот та же онкология наша, она держится на профессионализме врачей. Там аппаратуры нет. Почему? Что делать с медициной? Можно я отвечу за нашу команду? Ну, как-то все, ваша команда как-то приблизилась к команде ученых. Подождите, я считаю, что деньги надо вкладывать в людей. А вы какие-то там... Когда эти проекты вернутся на землю? Когда они окупятся? Когда вернутся на землю? Ну, ответьте. Деньги надо вкладывать везде, где есть отдача. Вы хотите миллиарды? Отдача. Малуны или куда-то. Алексей, вам нечего сказать, но объясните. Я ж жду, пока вы говорите на шапку. Барышни, вы чувствуете, они уже подходят. Вся умная молодежь уедет за границу. Вы как-то летаете в облаках. А деньги-то бюджетные. А почему вы не улетели? Кто? Вы. Я? Куда? За границу. Ну, я не знаю, может, куда-то еще можно было улететь, чтобы там дальше... Вы как-то летаете в каких-то мирах, там, на таких денежищах. Да, скажите, если бы вам предложили работу за границей... Мне предлагали работу за границей. Ну, с хорошими условиями, не как обычно. Хорошими условиями. И почему вы отказались? Потому что, знаете, во-первых, есть две позиции. Она есть субъективная, но вот я пытаюсь сказать, вы меня перебиваете. Есть первая позиция чисто субъективная. Вот в моем можете называть это патриотизмом и так далее. Я считаю, что человек должен работать там, где он родился, приносить... Как называете высокопар на своей стороне? Это раз. Во-вторых, понимаете, в науке нужно, кроме того, что нужно быть нацеленным на результат, чего вы пытаетесь сказать, что вот здесь и сейчас отдача. Есть еще такое понятие, когда человеку должно быть, чтобы был результат, ему должно быть самому интересно. Мне предлагали хорошие финансовые условия, но тематика, которой они предлагали мне заниматься, она была далека от меня. Поэтому мне комфортно здесь заниматься наукой. То есть на данный момент, во всяком случае, мне комфортно заниматься той наукой, которую я делаю. Мне комфортно всем, но все как-то руки сложили и зажались при этом. Я смотрю, вы так закрываетесь, да, вот вы говорите. Я руки сложил, я вам ответил, что мне предлагали достать. Хорошо, скажите, вот даже на половину бюджета, который предлагают в Марс, вот на половину, 250 миллиардов, сколько прямо сейчас можно инноваций внедрить на данный момент в Россию, чтобы улучшить жизнь? Какие инновации? Не знаю, сочные батареи для того, чтобы не покинуться электричеством, я не знаю. О каких инновациях вы говорите? Вот знаете, вот вы говорите, внедрить в человека, что мы в него будем дрять? Свернем пятитысячные купюры и внедрим ему подмышки каждому? Это вы в дискотеке вспомнили, да? Я говорю, как я говорю, в кармашки ему положить, внедрим в каждого. Давайте раздадим, вот каждому построить себе по квартире. Да, будет шикарно, у нас вот люди останутся жить здесь, извините. А из чего мы будем, откуда мы будем брать материалы? Если перестать вкладывать деньги в науку, вы как считаете, через сколько лет развалится Россия? Вот вы мне скажите, Россия... Вопросы здесь задаю я, да. Я буду отвечать. Россия, она не развалится, Россия переживала разные этапы. Другое дело, как будет меняться качество жизни в нашей стране. И если мы еще поколение потеряем, и думают, ну 20 лет, вот тогда у нас определенная сложность. Я думаю, еще раз говорю, нынешнее время... Уже теряем. Ну, вы постарше, наверное, знаете, с чем сравнивать. Мы уже давно теряем, кстати, теперь вы и рассеяли. Антон много чего знает, судя по всему. Вот, поэтому еще раз говорю. Я не говорю, что... Вы знаете, мы гораздо по большому счету говорим об одном и том же. Да, наука должна работать на людей. Да. Космос, ради бога, если космос... Правильно наши коллеги подчеркивали, вот наша ведущая... Вы согласны с нами, что нужно заниматься и тем, и тем, что это не только приоритет. Они хотят, чтобы просто вы перешли на эту сторону. Подождите. Я говорю о том, что наука, это методология, которая развивает в целом общество. И людей, и экологию, и все прочее. Наука отвечает вопросом, как это сделать. И если мы прекращаем это делать, дальше мы можем эти миллиарды штамповать сколько угодно, но мы исключительно будем проедать. А наука отвечает вопросом, как это сделать. Делайте, делайте, просто фокус вы сместите с Марса на нас. Подождите, Марс за фокус задали не мы, а вы. Наука, извините, это не только полеты в космос. Это и лингвистика в том числе. Это и лингвистика, это и компьютеры, и социология. А вы знаете, что наука... Слушайте, я смотрю, вы так это как-то... Вы по-прежнему... Науку нужно развивать. Но наука это не только космос. Кто такой Чубайс? Ответьте человеку. Ну, бывший политический дель, который ныне возглавляет нас, Роснано, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Да, не ошибаюсь. Что такое Роснано? Как вы думаете, что такое Роснано? Слово из двух букв, Рос и нано. Кроссворд, нано, те же логи. Я думаю, что это российская представительница, которая занимается... Задали вопрос. Каких-то космических там... Почему? Мне вопрос. Можно я отвечу? Наука это космос. Да, абсолютно это не так. А вот почему сформировано такое мнение? Можно ответить на ваш вопрос? Какой вопрос? Кто-то еще задавал вопрос? Да, они задавали вопрос. Про медицину, да. Нет, вот про науку, про Марс, надо ли не надо. Мне хочется вот такой вот в общем подвести. Бюджет России, если я не помню, неправильно помню, могу ошибиться, около двух триллионов. На науку выделяется один процент. Куда идут остальные деньги? Чего вы до науки-то... Вот хороший вопрос. Мы вам про это же говорим. Вот у меня это самый вопрос. 99% остальные, куда они идут? Чувайша спросит. Вот, вот. Поэтому наука это не корень зла. Это просто одно из направлений, которое успешно работает в конце концов в нашей стране. Понятно, что наука... А вы согласны? Не оборудованы. Чувайш, какой планетник? Миллиардов, да, 550 миллиардов. Давайте еще раз поговорим ни о чем, как говорил Мандельштам. Как только мы начинаем говорить о чем-то нормальном, вы говорите про Чувайш. Вопросы есть еще? Вот существует вопрос, все сказали. Здоровье людей вас не волнует. Вас волнует инопланетяне, полеты на Марс. Давайте спросим. Ваша команда еще не задавала вопрос. А вы еще не задавали разве? Нет, я нет. Не будет здоровья задавали. Не будет здоровья задавали. Гагарин. Да, конкретно мне ответьте. Вот мы вкладываем 500 миллиардов, да? Скажите, мы 100% мы до этого момента доживем, дойдем и полетим. Люди. Когда полетим? В чем вопрос? То есть мы вкладываем, чтобы спасти человечество, правильно? От чего вы хотите? В чем вопрос? Главная идея была сказана в том, что мы спасаем человечество, поэтому мы туда вкладываем деньги, правильно? Да. Правильно. Хорошо. Вы уверены, что это случится, и мы друг друга сами не разрушим? Вот в системе, в которой мы живем. Я думаю, что Антон сейчас вам ответит как специалист. В современных политических отношениях, в которой мы живем. Если вы закончите задавать вопрос. Антон, да. Ответ на ваш вопрос. Вы очень наивно рассуждаете. Неужели вы думаете, что на Марсе сейчас никого и ничего нет, кроме марсоходов? Вы действительно так думаете? Как все остальные люди? Фантастические твари или кто? Нет, я вопрос задал. Вы действительно верите, что на Луну полеты прекращены, потому что прекращено финансирование? Я думаю, что вас эти 500 не спасут. Вы действительно верите, что до Марса до сих пор никто не долетел, ни одной человеческой души там нет. Вы действительно верите, что Space Shuttle прекратил летать, и теперь американцы вынуждены пользоваться только нашими союзами. Они же такая бедная, они сейчас страна, им больше в космос летать не на чем. Они же наши РД-180 покупают, потому что они же такие бедные, несчастные, они могут разработать более совершенный ракетный двигатель. Вы в это вообще верите? Вы тут про какие-то 500 миллиардов рассуждаете. Да вы знаете, что такое черные бюджеты, Black Budget? А вы знаете, что такое черные проекты в США? А вы знаете, какая есть международная реальная кооперация, какие реально есть космические программы, о которых вам и миллиардам людей на этой планете? Это вам не загадка Бермунского треугольника? Так американцы могут себе позволить это. Они много чего могут позволить. Вот именно, мы настолько богаты, что мы можем позволить такие деньги. Но дело с того, что ни одна страна мира на сегодняшний день не может себе позволить такой роскошь, поэтому есть международная кооперация по МКС, по сцене космоса. Наши коллеги с Роскосмоса замечательные личные отношения имеют с коллегами из НАСА. А Луна нам интересна, как вы считаете, Антон? А вся вот эта вот политика, Луна интересна кому, в каком плане? Ну, для изучения, для полета, для того, чтобы пристегнуть ремни и оторваться. Ну, естественно. А что там можно делать? А там эльминит есть. Из эльминита можно получать титан в условиях вакуума. Производство намного эффективнее, намного меньше затратно с точки зрения экономики. Вы согласны с нами, что бюджет надо разделить и часть на современные нужды человечества, а часть продолжать? И распилить. Согласны? Дело в том, что не в вашей компетенции находится распил бюджета. Согласен. Так-то вы согласны с этим мнением, что какую-то часть можно получить на сегодняшний... Я просто согласен. Я вам скажу, что у нас катастрофически недофинансируется социальная сфера. Образование, здравоохранение, медицин – это просто ужас. Вот, у нас уже больше. Но! А Лунтик живет на Луне? Так, сегодня нападайте. Извините, для детей, может там Санта-Клаус-то живет, а не в Луфланде. То есть такое, в принципе, можно допустить? Нельзя. Нельзя. Ненаучно. Алексей, а вы согласны, что часть... А на Марсе, значит, научная. Вы тоже согласны. Я с вами не спорю. Да подойдите ближе, вы просто уже как-то, я не знаю, я уж в этой стороне не знаю. Я же не утверждал ничего. Я задал вопрос. Получается, что большинство согласны с мнением. Слушайте, а есть у кого-то еще вопросы? Да. Да, наконец-то. У меня вопрос. Вы в Европе были? Я был в Бельгии, я был в Австрии, я был в Канаде. Да, можно ответить просто да. Естественно. Вы видели, насколько там чисто? В Белоруссии тоже так чисто. И теперь выйдите в город Симферополь, прогуляйтесь. Потому что батьки нема. Так, чтобы бух батька, как в Белоруссии. А в Африке вы были? Вы знаете, сколько в Европе выделяется? Вы знаете, как там грязно? Нет, ну вы же не видите страны. Третьего мира. А что вы хотите сейчас сказать? Я хочу сказать, что финансирование должно быть и там, и там. Если не будет науки, то у нас будет как-то на Третьего мира. Да, никто не спорит. Просто вопросы есть и насущные, и научные. Правильно. Вы не видели? Думаете, он только на балконе был? Ну, я не знаю. Вот я по Канаде ходил специально и смотрел. Вот видите, человек по Канаде ходил. Где там путь мусора. И изучал, как там они. Вы знаете, там есть грязные углы. А вы про какую сейчас Европу говорите? Я про Канаду сейчас рассказывал. Ну, про Австрию. Её тоже хватает, кстати, из загрязнённых участков. Канада может себе позволить летать и на Луну, и куда угодно. Кто может себе позволить? Та же Канада. Даже Америка. Они могут себе позволить это. Ну, есть кооперация международная, поймите. Антон, а куда бы вы хотели полететь, если бы была такая возможность? Что бы было интересно вам, как учёному, для прикладного интереса и для научного? Ну, постановка вопроса некорректна. И антинаучно, я понимаю. А если всё-таки как-то... А вы коррелируете как? От наших желаний это не зависит. Это зависит от других. Если вас возьмут... Кто куда. Вы готовы полететь с теми, которых вы видите? Ну, конечно. Но это нужно делать разумно, осторожно, вдумчиво, научно и грамотно. Это же интересно. А наука — это интерес инопланетян. Знаете, я... А не педаться в лому головой. Когда вы соберётесь лететь, я оставлю вам телефон после эфира для службы новостей. Мы обязательно приедем и снимем, как вы отбываете нашу службу. Кто ещё не ответил на вопрос? Из вашей команды каждый? Да. Пожалуйста, ещё не задавали... Мы друг другу ответили. А можно судьи сюда пригласить? А можно Алексей задать свой вопрос? Пожалуйста. Ну, у меня по большому счёту понятие. Мы всё время... Вам всё понятно? Нас оппоненты пытаются перетянуть... Да, что конкретно останется после вас? После нас? Тогда, я бы, что... Мне бы на тоньше станут смартфоны. В чём ваш вопрос? Вот мы, опять же, говорим в целом о науке или о моём личном маленьком вкладе в эту самую науку. Поэтому давайте, если мы говорим в целом о науке, то на самом деле убери результаты. Вот вы говорите, когда мы получим отдачу. Вот уберите достижения последних 30 лет. И на самом деле мы перед вами будем стоять не в очень удобном виде, поскольку многие элементы одежды просто у нас исчезнут. Потому что ткани современные и так далее. Я уже не говорю про телефоны, которые здесь сказали, что они никому не нужны. Ну как пуха палеолита или что? Что вы имеете в виду? Ну не палеолита, а во всяком случае многие ткани, которые получили... Вы столько раз сказали про телефоны. Какой у вас телефон? Какой телефон? Вы его с тобой не взял? Нет, не я его, конечно. А у вас какой? Ну хорошо, что вы хотите сказать? А при чём это ткань? Говорю, у вас русский телефон. Померимся телефонами. Лобка! При восемь миллиардах нам на всех не хватит. А есть русский телефон? Нам нужно кушать ещё, нам нужно полезно съесть. Лёв мой, пожалуй, слишком много. Почему? Медицинская техника зарубежная, телефоны зарубежные, тачки зарубежные. Всё зарубежные. Слишком много народа. Можно я скажу? Ну, с отдельными встречами. Скажите, вопросов нет. Значит, ещё раз повторяю. Наука как таковая... Вот мы... Всё как-то у нас сбивается на НЛО, да, космос и так далее. Наука это коротко, да. Наука, она имеет очень широкое понятие. Практически она отвечает, позволяет получать новые знания и давать рекомендации по улучшению качества жизни, там, продукции, получению новых продуктов, материалов и так далее. Во всех сферах. Вот всё, что занимается получением новых знаний, есть наука. Не только космос. И вот все проблемы, которых вы озвачиваете, вы же думаете, я с ними не согласен? Да я согласен, что есть такие проблемы. И людей надо вкладывать. Но опять же, вопрос, как их вкладывать? Зачем лететь в космос, если у нас проблемы в 20 километрах, вот просто выйдя на улицу? Если полёт в космос позволит решить проблемы на Земле, то почему не лететь в космос? Ведь это же не только узконаправленная программа, потому что мы ракету одну построили и полетели вверх. Это разработка новых стали и сплавов. Это рабочие места. Это новые продукты питания, которые здесь хранят. Антон, выпрямите спину, вы сейчас завалите ринг. Константин Эдуард говорил, что такое космос? Целковский, наш велик. Целковский, да. Он говорил о том, что нужно отделять Солнечную систему. И бездна могущества. Вам не нужны горы хлеба. И бездна могущества. Не занимайтесь космосом. Тогда будем опускаться в дикое средневековое сейчас. Идёт этот процесс. Вы посмотрите интернет, чем зомбируется наша. Плоская земля. Вы же его и построили. Это же деградация, дебилизация. Вы знаете, у меня есть вопросы, меня очень интересуют. В конце программы я решила спросить у вас, Антон, а почему вы из экономиста переквалифицировались в уфолога? С чего всё началось? Я не переквалифицировался. С того случая на балконе. Почему вам это стало интересно? Когда вас позвала сестра в тот момент? Это было до этого. Потому что это важная научная проблема, которой должен кто-то заниматься. Ребята, в науке нет никаких проблем. Наука помогает получить знания. Вопрос в том, куда эти знания потом уходят и их не воплощают. Это прикладная наука. Это научно-прикладные аспекты. Это воплощение. Но вы свои наблюдения не прекращаете. Мы в принципе согласны с вами, так как и вы с нами. Мы же люди все по сути. Но как же при Советском Союзе обходились без компьютера? Без всяких этих телефонов? И большое знание, что учёных было при Советском Союзе. Огромное количество учёных было при Советском Союзе. Как же они бедолаги обходились без телефонов? А город Зеленоград чем занимался в Советском Союзе в Московской области? Микроэлектроникой. И потому что мы отстали компьютера. Уже давно есть инновации, которые позволили бы... Мы проиграли Америку. А потом Союз развалился. И миллионы людей мисями стали. Антон, послушайте. Давно есть инновации, изобретённые наукой. ораторского искусства. Изобретенной наукой, которая позволила бы жизнь на другом уровне. Бензин, электричество, что-то еще. Это невыгодно. Так переходите в эту сторону. Невыгодно, что нас заставляют пользоваться давно устаревшими технологиями и скрывают передовые достижения. Спасибо. Итак, теперь каждый ответит на вопрос. Попсикола или космос? Космос, конечно. Космос. Если с попсиколой сравнивать, то конечно. Символ общества потребления. Все-таки космос, да? Конечно. Вы просто сравниваете. Тут, мне кажется, безнадежно задавать вопрос. Я просто люблю. Люблю. Ну все, вы сравните с попсиколой. Общество потребления как символ. Кто-то ее и не пьет. Да, это распространенный идиома поколения Пепси. Так все-таки космос. Ну космос, попсикола, кто изобрел? Вы сравнили. Итак, спасибо. Время третьего решающего раунда и стекло. Мы ждем окончательного решения судей. Господа, у вас буквально 10 секунд. Может быть, в третьем раунде вы получили какие-то новые аргументы? Аргументы, в общем-то, были одни и те же во всех трех раундах. Но в третьем раунде обе команды были достаточно, как я уже говорил, ровные. Поэтому выбрать какую-то мне тяжело. Ничья. Спасибо. Александр, скажите, на протяжении сегодняшнего эфира ваше мнение об этой проблеме изменилось? Как сказать? Кто-то повлиял на вас? Да. Общество все-таки нуждается в развитии науки, и это важная сфера жизни все-таки людей. По итогам кто лучше? По итогам лучше ничья. Должно быть равномерное распределение средств. Спасибо. Итак, судьи сделали свой выбор, и сейчас мы узнаем, что же они решили. В этом поединке победа со счетом 3-1. Присуждается команде в красном углу. Энтузиастам науки. Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая страна излечет уроки сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире «Первого Крымского». И все будет «Жестко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова